Сегодня у нас тема очень интересная, мне так кажется, потому что тема здоровья, она, наверное, интересна любому человеку. Меня зовут Патрикеева Анна, я врач по образованию, у меня более 10 лет медицинского стажа. Кроме того, я сейчас занимаюсь изучением вопросов диетического питания, нутрицептики, диетологии. И тема сегодняшнего вебинара, она мне близка, наверное, как никому, потому что я действительно сейчас уверена на 100%, что именно от здорового, правильного, адекватного, рационального питания зависит и наша жизнь, продолжительность нашей жизни, и наше здоровье, и наша активность, и работоспособность, ну и, конечно, здоровье наших близких, наших детей в первую очередь, наших родителей. То есть мы действительно то, что мы едим, и от того, что мы включаем в свой рацион, от того, что мы вкушаем, скажем так, напрямую зависит качество нашей жизни. Почему мы говорим сегодня именно о таком глобальном, скажем так, значении рациона на нашу жизнь? Здоровье и долголетие. Ну, вдумайтесь сами, от чего зависит наше здоровье в первую очередь? Что мы делаем каждый день, несколько раз в день? Мы обязательно получаем из вне энергию для нашей жизнедеятельности. Энергия – это еда. Еда и вода, естественно. И если эта энергия, она некачественная, то и уровень нашей жизни, он будет некачественный, согласитесь. Наши близкие точно так же. Они так же зависят, и, наверное, в очень большой степени зависят от нас. Если здесь сейчас в комнате мамы, домохозяйки, да, или просто хозяйки, те, кто, в общем-то, и занимается составлением рациона для всей семьи, то, дорогие, милые девушки, девочки, женщины, именно от вас зависит, насколько полноценной жизнь будет у ваших близких, потому что именно вы их кормите. Ну, поэтому не случайно, да, вебинар сегодня идет на кухне. Это наше с вами царство, наша водчина. Итак, твой идеальный рацион – еда живая, еда мертвая. Это не парадокс, не шутка. Действительно, есть еда живая, которая наполняет нас жизнью. Есть еда, которая нас, к сожалению, убивает. По-другому не скажешь. И то, о чем я сейчас хочу рассказать, вот здесь видно, да, что с патентованной системой контроля веса. Почему именно веса? Почему на вес мы обращаем внимание? Вроде бы говорим просто о здоровье. О том, насколько здоровье зависит от нашего рациона. Но на самом деле вес – это один из показателей, который отражает состояние вашего организма. И если в вашем организме что-то не так, то вес, он очень быстро, и главное, он очень так громко кричит о том, что, эй, осторожнее, что-то пошло не по правилам, что-то, скажем так, сломалось в нашем организме. Если вы набираете вес, то о чем это может сигнализировать? Ну, во-первых, о неправильном рационе. А если рацион неправильный, то ваш организм недополучает нужных ему питательных веществ и в избытке получает вещества, которые ему не нужны. То есть, живой еды не хватает, зато в избытке мертвой. Организм на это реагирует замедлением клеточного обмена веществ, замедлением метаболизма и отложением жиров. Вес увеличивается, возникают отеки, начинает страдать сердечно-сосудистая система, кожа, волосы, ногти, естественно, так как, когда замедляется обмен веществ, все эти процессы, они сказываются на нашем внешнем виде. Состояние кожи ухудшается, она может стать сухой, шелушиться, склонной к раздражениям, могут возникать аллергические реакции, хотя их раньше не было. Высыпания различные, воспалительные прыщи, расширенные поры, тусклый цвет лица, такой желтоватый немножко пигмент. Все это говорит о том, что не в порядке обмен веществ. Волосы выпадают, секутся, появление перхоти. Это тоже говорит о том, что что-то в организме не так. Поэтому мы, женщины, мы сразу это видим. Ну и плюс, конечно, увеличивается вес. Вес может уменьшаться. Это реже, потому что организм защищается от внешних негативных набором веса. Но бывают такие отклонения, когда вес начинает снижаться, наступает кофексия. То есть, человек худой, но он не выглядит здоровым. Такое тоже очень часто бывает, и этого нужно точно так же избегать. То есть, падает мышечная масса, мышечной массы не хватает. Именно поэтому мы говорим о том, что вес, он в первую очередь нам показывает, правильно мы питаемся или нет. И если проблем с весом нет никаких, то тогда вы просто ориентируетесь на свое физическое состояние. Если проблемы с весом есть, то решать нужно обязательно. Оставлять это ни в коем случае нельзя. И здесь речь не идет о том, красиво или некрасиво быть полной. Здесь речь идет о том, насколько это полезно для вас и вашего здоровья. Поэтому сегодня мы с вами поговорим именно об этом. Система контроля веса, идеальный рацион, как выглядеть красивой, стройной, полной силы, энергии, и как следить за своим здоровьем, здоровьем своей семьи именно через питание. Так, не листает у меня что-то слайд. Так, минуточку. Так, я снова с вами. Прошу прощения, пришлось тут обновить страничку. Итак, давайте посмотрим, какой же должен быть вес. Потому что многие считают, например, что они чересчур полненькие, или наоборот, чересчур худые, хотя при этом их вес, он близок к идеальному. Не нужно стремиться излишне худеть. Действительно, сейчас это, наверное, болезнь нашего века. Очень много женщин, которые страдают анорексией, именно потому, что стало модно быть худой. Ну, вернее, сейчас модно немножко меняется, вы заметили, да? Сейчас модно быть не худой, а такой стройной, подтянутой, прокачанной, с хорошей такой пятой точкой, как говорится. Поэтому не нужно гнаться за вот этими вот стандартами. У нас у каждого идеальный вес, он свой. Как можно посчитать вес для себя? И посмотреть, в норме вы, или все-таки стоит сбросить пару килограмм? Есть очень хорошая формула, простая формула Брок, и ей может воспользоваться каждый. Идеальный вес для мужчин по этой формуле равен рост в сантиметрах минус 100, и умножить на постоянный коэффициент 1,15. Для женщин рост в сантиметрах минус 110, и умножить на 1,15. Например, идеальный вес для женщин ростом 170 сантиметров равняется 69 килограмм. Вот сейчас не падаем в обморок. Это верхняя граница, то есть максимальное значение. И если вы весите при росте 170, не 69, а 65 килограмм, это не значит, что вы чрезмерно худая. У вас вес в норме. Но вот больше 60 килограмм, все-таки тут при таком росте лучше не поправляться. Этот вес уже будет избыточным. Здесь еще нужно учитывать, что норма, она варьируется. Если вот опираться при... Тамара, отлично. Если опираться на индекс массы тела, это еще одна формула расчета идеального веса. Можно воспользоваться специальной табличкой, можно вычислить по формуле. Вес в килограммах разделить на рост в метрах, в квадрате, на второй степени. То если вы пользуетесь табличкой, вы видите, что нормальный индекс массы тела от 18 до 25. Представляете, да, там будет разбег в цифрах. То есть вот для женщины 170 сантиметров, и 65 это норма, и 67 килограмм это норма, и 69 вроде бы еще норма. Как мы здесь выбираем свою цифру? Потому что разница достаточно большая, да, 5-6 килограмм. Какая же из этих норм моя норма? Ну, нужно учитывать, что все мы делимся в среднем на три типа. Это астеники с астеническим типом телосложения, нормостеники и гиперстеники. Астеники для них идеальным будет низшая граница нормы. То есть вот вес 63-64 сантиметра при росте 170 сантиметров. Если это астенический такой тип сложения девушка, да, то для нее этот вес будет нормальным. Астеники, как правило, отличаются длинными худыми руками, длинными худыми ногами, узкой грудной клеткой, узкими плечами. Проще всего определить, какой вы тип. Это по своей собственной кисти. То есть если вы астеник, то у вас указательный палец и большой палец другой руки обхватят кисть. И вот хочу, чтобы было видно. Ага, вот так видно, да. И видите, остается еще запас. То есть пальцы внахлёст сошлись, и еще почти на фалангу остается как бы свободным пальчик. Если вы нормастеник, то пальцы сойдутся у вас вот так вот, впритык. Видно, да? Вот так вот будет у нормастеников. Если вы гиперстеник, то пальцы не сойдутся. Будет немножечко расстояние. То есть для астеников узкие длинные конечности, нормастеники у них гармоничное сложение такое, они хорошо набирают мышечную массу, достаточно такие крепкие спортивные фигуры, подтянутые. А гиперстеники – это люди с короткими конечностями, такие достаточно крепенькие, для них характерна широкая кость. Именно поэтому гиперстеник, он не сможет обхватить своими пальцами свою собственную кисть. У него короткие пальцы, а кисть достаточно мощная. И гиперстеник, он не должен стремиться к низшим значениям нормы веса, иначе он будет выглядеть нездоровым. И это не будет красиво. Это такие, вот если это женщина, то это знаете, такие пышечки. Они будут выглядеть очень хорошо именно в верхних границах нормы веса. Не нужно издеваться над своим организмом. Если вы нормастеник, то для вас средние показатели, астеник – низшие показатели, гиперстеник – верхние показатели нормы массы тела. По всем формулам, по всем индексам. С этим разобрались? Если понятно, то поставьте, пожалуйста, плюсики, и мы пойдем дальше. Вес у нас для каждого свой. Отлично. Определились, какой вес нам нужен, посмотрели по весам, соответствуем ли мы, и поняли, стоит ли нам что-то менять в рационе или нет. Как правило, если есть пара-тройка лишних килограмм, действительно, если их убрать, вы будете чувствовать себя намного лучше. Я не говорю о том, что как вы будете выглядеть, понятно, да, что вы чуть постройнеете, это будет тоже хорошо, но само ощущение вот этой легкости в организме, оно дает такой прилив сил, прилив жизненной энергии, что вы понимаете, что быть в одном весе, в нормальном весе, это действительно классно, круто, и это повышает и уровень жизни, и вашу работоспособность, и, соответственно, повышает уровень ваших достижений. То же самое касается вашей семьи. Как мы влияем на свой вес? Через поступление энергии извне. Почему мы набираем вес? Я уже говорила, если мы питаемся неправильно, если наш рацион избыточный по колоражу, по жирности, по сладкому, то организм начинает откладывать энергию, поступающую извне, про запас, в жиры, и мы начинаем поправляться. Взрослый человек в среднем потребляет в день 2-2,5 тысячи килокалорий. Если вы занимаетесь физически тяжелым трудом, или если вы ежедневно в спортзале, если вы, например, фитнес-тренер, если ваша работа связана с какой-то такой повышенной активностью, если вы работаете, например, на трех работах, допустим, не физически, а умственно, очень хорошо работаете, то, в принципе, вы где-то столько килокалорий и тратите, иногда даже больше. Мужчина, например, фитнес-тренер, который работает в зале, или мужчина-инструктор, который не просто командует, а еще сам показывает упражнения, он тратит 3-3,5 тысячи килокалорий, это легко за день, а то и больше. Женщина, которая домохозяйка, например, сидячая работа у компьютера, даже если вы делаете домашние дела, то все равно больше 2 тысячи килокалорий вы можете ей не потратить. Если вы внедрите 2 500, а потратите всего 2 тысячи килокалорий, то 500 килокалорий останется у вас про запас именно в виде жировой ткани. То есть, понимаете, да? Как зависит энергообмен от того, как мы выглядим и как ведет себя наш вес. Если мы снижаем калорийность питания, то есть, мы уменьшаем количество энергии, которое мы потребляем с пищей, то мы получаем, например, гибокалорийный режим. Это если ваш рацион 1800 килокалорий в сутки. Это, конечно, средние цифры, я еще раз повторюсь. Если у вас колораж до 1800 килокалорий в сутки, при этом у вас хотя бы полчаса активности, это быстрая ходьба, либо какая-то гимнастика домашняя, либо посещение, опять-таки, спортзала, если вы при этом занимаетесь домашними делами, легкая уборка, приготовление пищи, их никто не отменял, обычно женщины это делают, то для вас такой режим, он будет гипокалорийным. Что это значит? Вы будете получать энергии чуть меньше, чем вы тратите. То есть, получили 1800, потратили 1900-2000 килокалорий, это означает, что 100-200 килокалорий вы взяли из собственных запасов. Ваш организм начнет потихонечку растворять, скажем так, жировую ткань, жировую прослойку. И если эта прослойка, она лишняя, если у вас лишние килограммы, то вы будете постепенно от них избавляться. То есть, здесь все просто. Если вы снижаете калорийность пищи полторы 1800 килокалорий, то есть, еще меньше, да, чем 1800, то вы получаете умеренный режим, который точно так же будет благотворно влиять на ваш вес. Единственное, но, еще раз повторюсь, даже если вы употребили в пище полторы тысячи килокалорий, вроде бы мало, но при этом целый день пролежали на диване, то жиры расщепляться не будут. Потому что организм, он просто постарается ужаться, замедлит процессы и не включит расход собственных энергоресурсов. Для того, чтобы организм на этот расход собственных энергоресурсов пошел, ему нужно давать хоть какую-нибудь нагрузку. Поэтому рациональное питание, адекватное питание, оно невозможно без активного образа жизни. Если вы мало двигаетесь, то качество жизни страдает. Не зря говорят, что движение – это жизнь. Поэтому как-то примите как должное, что двигаться будем. Будем кушать правильно, будем хорошо, активно двигаться. На самом деле, нагрузки, они могут быть самыми разными. Если вы посоветуетесь с каким-нибудь хорошим инструктором, вот у меня, например, знакомая она инструктором Пилатес, она говорит, что, девочки, милые, пока вы моете посуду, вы можете очень хорошую такую сделать нагрузочку на свою пятую точку. То есть прокачать ее прекрасно, пока моете посуду. То есть есть такие легкие, простые упражнения, которые можно делать без отрыва от своих домашних дел. Отвлеклись чуть-чуть, да? На движение. Ирина, про вас. Отлично. Жесткий режим, если колораж у вас от 900 до 1400 килокалорий. То есть вот эти вот пресловутые 1200 килокалорий, по-моему, по фарменталю, да, это как раз жесткий режим. Здесь достаточно большой будет недобор по колоражу. На таком режиме можно, конечно, немного посидеть, но только обязательно под присмотром специалиста. Обязательно при этом должно быть очень качественное питание, если вы выбираете для себя жесткий такой гипокалорийный режим. То есть правильные продукты. Нельзя съесть 1000 килокалорий шоколадными батончиками и думать, что вы худеете. Нет, вы не худеете, вы просто издеваетесь над своим организмом. И он вам обязательно припомнит потом. Поэтому жесткий и низкокалорийный режим, если колораж ниже 800 килокалорий в сутки, я не советую вам этим заниматься в гордом одиночестве. То есть если вы хотите вот так вот себя на ограничительную диету посадить, имейте в виду, что, во-первых, это должно быть очень четко ограничено по времени, то есть нельзя делать это долго. Это стресс для организма, и он не полезен. Он может быть необходим в каких-то случаях. Например, когда нужно срочно похудеть человека перед операцией. Есть такие, да, показания. Да, можно организм подвергнуть такому стрессу. Ну или если вам резко надо похудеть, ну бывает такое. Вот надо, вот срочно. 5 лет поправлялась, сейчас за 2 недели хочу убрать. Но имейте в виду, что строго ограничено по времени, очень четко должен быть составлен рацион, очень правильно. И обязательно нужно следить за организмом, причем не только вам, но и специалист должен отслеживать ваше состояние. Чуть если что-то пошло не так, сразу все, мы это издевательство над собой прекращаем. Вот, по колоражу запомнили, да. Если вы снизите, 1800 сделаете чуть поменьше, то это будет гипокалорийный режим. Если вы добавляете активность, то будет прекрасно. И не нужно мучить себя, пытаясь уложиться в 1000 килокалорий. Это уже недобор, причем жесткий. 1500 для вас, если вы средней комплекции, среднего роста, будет нормально. Самое то. Можно даже чуть больше. Ну и конечно за составом нужно обязательно следить в этом случае. Что мы учитываем, когда составляем свой рацион и наша цель скорректировать вес. Но при этом не потерять, а приобрести здоровье, да. При этом позаботиться еще о здоровье своих близких. Потому что я знаю, что многие питаются, в общем-то, совместно. Мало кто готовит отдельно для себя, отдельно для мужа, отдельно для детей. Да и по большому счету это не нужно. Если вы всю свою семью, скажем так, подсадите на адекватное питание, на правильное питание, то это пойдет на пользу всем. Не важно, что у вас дети маленькие. Прекрасно, что они маленькие. Пусть они с юного возраста научатся питаться правильной пищей. Потому что чипсы и колы это неправильная пища. Фастфуст и Макдональдс это неправильная пища. Я не говорю, что их нужно убрать из жизни. Все, совсем и навсегда. Есть такой хитрый ход в любой диете, в любом рационе. Вы можете устраивать себе, если вы на правильном питании, питаетесь правильной пищей, но вам вот хочется какой-нибудь Макфлури из Макдональдса. Ну, это я про себя. Вы можете устроить чипмил. То есть, раз в неделю, потом раз в месяц, когда уже не будет такой потребности. Вы можете позволить себе какой-то продукт, который явно не полезен, но он вам хочется. Вот, но хотите вы его. Вы его съедаете. Ну, естественно, не надо объедаться этим. Вы просто скушали этот свой десертик или какую-то вкусняшечку, которая не относится к разряду полезных. Похвалили себя, что вы такая молодец. Получили от этого удовольствие. Все. На неделю вы опять спокойно питаетесь правильно, оздоравливаете свой организм, очищаете его. Если вам вновь захотелось, то через недельку вы сможете себе позволить это еще раз. Чтобы у вас не было такого состояния стресса, что вы себя во всем ограничиваете. Не надо себя ограничивать. Кушать нужно в кайф. Питаться нужно в кайф. Жить надо в кайф. От жизни, от пищи, от работы, от всего нужно получать удовольствие. Тогда вы будете чувствовать себя прекрасно. На здоровье это хорошо очень влияет. Если что-то доставляет вам дискомфорт, ваше питание, ваш рацион, ваша работа доставляет вам дискомфорт. Человек, который рядом с вами доставляет вам дискомфорт, это минус замедленного действия. Вы знаете, это постоянное ощущение недовольства, стресс постоянный. Он влияет на наше здоровье очень-очень нехорошо и может приводить к различным заболеваниям. Поэтому все делаем в удовольствии. Во всем, что мы делаем, находим удовольствие. Найдите удовольствие от того, что вы кушаете много фруктов. Это же классно, это вкусно, это полезно. Получите удовольствие от того, что вы ограничили, например, сигареты и спиртное. Если вы их не употребляете вообще, да отлично, супер, у вас на один чуть-милл будет меньше. То есть находите удовольствие, найдите свою фишку. Что вам нравится? Например, вам нравится легко просыпаться по утрам из-за того, что вы поужинали легкой и здоровой пищей. Здорово же? Если был плотный ужин, бывает очень трудно встать. Если вы кушаете, ужинаете легко, то процесс просыпания, он гораздо легче проходит. Вы просыпаетесь легко и бежите завтракать. Так, значит, учитываем обязательно состав пищи, учитываем колораж и энергозатраты. Если у вас сидячая работа, если максимум, что вы можете себе позволить, это полчаса пройтись, а просто, ну, больше нет времени на какую-то физическую нагрузку, то снижайте колораж, да, но не на много. Если у вас физическая работа, то чуть увеличьте свой колораж. То есть тут варьируйте. Обязательно при составлении рациона учитывайте, что ваш организм должен получать макронутриенты. Это белки, жиры, углеводы, клетчатку, воду. Белки. Ну, какие продукты содержат белок? Это мясо. Если вы вегетарианец, то для вас бобовые, соя, нут. Вообще вегетарианство вещь может быть и неплохая, единственное, но животные белки, они также необходимы нашему организму, так как содержат незаменимые аминокислоты. Поэтому, если вы вегетарианец, то смотрите, вам обязательно нужно вводить в рацион дополнительные продукты, которые будут содержать эти аминокислоты в адекватной форме. Потому что мясо, молоко, яйца, они богаты аминокислотами, которые из растительной пищи не получить. То есть, здесь обязательно свой рацион тоже продумывайте. Белков у нас должно быть 50% животного происхождения, 50% растительного, в идеале. 50% животных белков, это не обязательно мясо, это может быть молоко, яйца, то есть молочные продукты, кисломолочные продукты, все они содержат животные белки. В норме, если вы хотите чуть скорректировать вес, уменьшить вес, то 1-1,5 грамма на килограмм массы тела белка. Больше нельзя. Потому что белки, они, излишек их, они не усваиваются нашим организмом, и они зашлаковывают кишечник, загрязняют его. Увеличивается нагрузка на почки, на печень, и при белковой диете, при белковой сушке продолжительной, возможно, отравление продуктами распада, это азоты, азотистые остатки, основания, и достаточно серьезные могут быть проблемы со здоровьем, если вы употребляете много очень белка, при этом мало у вас именно растительной пищи, клетчатки, я имею в виду. По жирам. Жиры нам необходимы, нельзя вообще убрать жиры из рациона, на безжиренных продуктах тоже далеко не уедешь, ну, хотя бы потому, что есть витамины жирорастворимые, да, вот самое такое, что у всех на слуху, и если вы убираете жиры, жестко себя по ним ограничиваете, вы лишаете себя важнейших витамин, ну, и плюс жиры, они сами по себе отвечают за построение наших органов, систем органов, у них очень важная пластическая функция, ну, и плюс функция энергетическая, то есть жиры являются точно так же источником энергии. 0,8 грамма на килограмм массы тела. Углеводы. Углеводы точно так же нам необходимы. Низкоуглеводная диета приводит к тому, что человек испытывает, такое, находится в таком угнетенном состоянии, испытывает упадок сил, ему не хватает энергии для обычных процессов жизнедеятельности, головные боли здесь могут быть, сонливость, быстрая утомляемость, настроение падает, то есть часто депрессия. На низкоуглеводных диетах все это может наблюдаться. Единственное, что углеводы нужно, нашему организму нужны, но все-таки нужно выбирать продукты с низким клипическим индексом, об этом я чуть позже буду рассказывать. Клетчатка или пищевые волокна. Раньше считалось, что клетчатка является вообще балластным, скажем так, продуктом, и пищевые волокна, которые не растворяются у нас в тонком кишечнике, они нам не нужны. На самом деле это не так, потому что, все вы знаете, что в толстом кишечнике у нас живет бакфлора, это бактерии, которые нам необходимы для нормального процесса пищеварения. Кроме того, бактерии, они еще и сами синтезируют некоторые полезные вещества, которые нам нужны. И клетчатка, она помимо того, что она, скажем так, очищает кишечник, это ее такая известная всем функция, она еще и питает эту бакфлору. То есть клетчатка, которая не растворяется в желудке и в тонком кишечнике, она в толстом кишечнике частично растворяется этими бактериями, которые питаются пищевыми волокнами и синтезируют из них как раз питательные какие-то компоненты, в том числе и витамины, витаминоподобные вещества. Клетчатки нужно употреблять где-то 35 грамм на килограмм массы тела. Клетчатка содержится у нас в злаках, именно в неочищенных. То есть шлифованный рис, например, он пищевые волокна не содержит, не шлифованный рис, там все в порядке. Там клетчатки в норме, там много белка, и этот рис вам полезен. Клетчатка содержится в растениях, в зелени, в овощах, во фруктах. То есть вот эти вот продукты, они должны быть в процессе не обязательно. Вода. Вода. Сейчас очень модно стало пить воду, но только не нужно очень сильно увлекаться. Да, у нас почти у всех обезвоживание. Это связано с тем, что мы пьем все, что угодно, кроме чистой воды. Мы пьем чай, мы пьем кофе. Это закисляющие продукты, которые как бы наоборот вызывают повышенное мочеиспускание, да, и это приводит в свою очередь к обезвоживанию. Мы пьем различные соки, сладкие какие-то газировки, но только не чистую воду. Все эти продукты воду, конечно, содержат, но для того, чтобы организму эту воду излечь, ему еще нужно потрудиться. И вместе с водой приходит очень много токсинов, ну или просто бесполезных, скажем так, вот как раз балластных веществ, которые организм выводит как шлаки, как загрязнение. Вода нам нужна для всех вообще процессов жизнедеятельности, и нужна именно вода чистая. Но здесь есть определенные нормы. То есть, если, Тамара, минеральная вода, это лекарство. Вообще, минеральную воду лучше пить, посоветовавшись с врачом, потому что все здесь очень индивидуально. Если у вас повышенная, например, кислотность, вам нужно пить воду в определенные часы, теплую, например, подогретую, если пониженная кислотность, то там такую-то холодную. До еды, после еды. То есть, минералка, если это настоящая, конечно, минералка, это лекарство. Есть минеральная столовая вода, которой сейчас много. Там есть минеральная соль, но их там очень маленькое количество. Вот ее можно, в общем-то, тоже пить, как обычную воду. Но все-таки, если вы хотите пить, скажем так, правильно, и хотите именно очистить организм, и ваша цель скорректировать вес, то есть, если хотите похудеть, то пить воду нужно обычную, чистую, без каких-либо добавок. В городе, наверное, не очень просто такую воду найти. Если есть своя скважина, то ее можно просто отфильтровать, если вода хорошая в вашем районе. Если нет, то тогда покупаете бутилированную воду в магазинах. И здесь смотрите, если у нас норма 30 мл на килограмм массы тела, то вы можете высчитать, да? Так, вот здесь вот, все вот эти вот цифры вы берете на свой идеальный вес. То есть, если вы 100 кг, то не надо 30 мл на 100 кг умножать. Ну, утрирую, конечно, но имейте в виду, норма ваша какая? 60 кг, неважно, сколько вы весите сейчас, вы все вот это берете на свои 60 кг. Потому что мы стремимся к одевальному весу. Зачем нам поддерживать свое вот это вот лишнее, второе я, от которого мы хотим избавиться, да, которое на нас тут повисло в виде килограммов лишних, нам они не нужны. Умножайте, но имейте в виду, получилось у вас 2 литра. Как ни крути, но в день грамм 600 воды вы получаете с пищей, с напитками другими и так далее. Если напитки мочегонные, то есть, если вы много пьете кофе, много пьете чая, то вы как бы здесь уменьшаете. 200 мл чая, они дают вам где-то 180 мл воды, но при этом еще избавляют вас от где-то 30-50 мл, так как обладают мочегонным действием. То есть, чашка чая, 200 мл, считайте, что 100 мл воды вы получили из нее, не 200. Она же у вас тут еще и другие действия побочные вызвала. Поэтому смотрите, где-то 600 мл вы с пищей все-таки получаете. То есть, вам остается 2 литра минус 600, сколько, 1,5 литра где-то вам нужно выпить чистой воды в течение дня. Какие еще по воде рекомендации? Вода должна быть комнатной температуры, именно такая вода усваивается хорошо. Горячая вода не усваивается, так как слизистая желудка она немножко обжигает и желудок не пускает ее дальше. То есть, вода в этом случае не выполняет свои функции очищения и не так быстро попадает в клетки нашего организма. Если вода очень холодная, то она прокатывается у вас по кишечнику моментально, точно так же не всасывается в толстом кишечнике. То есть, ледяная вода вообще имеет функцию такого слабительного, мягкого. Если вы склонны к запорам, вам достаточно пивать по утрам стакан холодной воды из холодильника, если горло, конечно, позволит. И у вас проблема запоров постепенно сойдет на нет. Прохладная вода комнатной температуры должна быть приблизительно к нашей температуре тела. То есть, 3,6,6. Когда она комнатной температуры, то она в ротовой полости успевает нагреваться. И уже в желудке поступает нужная температура. Вот такая вода начинает всасываться сразу в ротовой полости в желудке, в 12-перстной кишке. Она уже начинает участвовать в процессах во всех и в толстом кишечнике всасывается практически полностью и очень быстро. Эта вода, она как раз насыщает наши клетки. Она не задерживается в межклеточном пространстве, не вызывает отеков. Она насыщает нашу клетку и является для нее самым, наверное, важным компонентом. Так же, как и кислород. Клеточки, они состоят из воды на 75%. Вы знаете, да, что они, в общем-то, жидкие. Это такая капсулка с водой. Именно в воде проходят все-все-все процессы жизнедеятельности. И если вы хотите усилить обмен веществ, ускорить его, а именно это свидетельствует о молодости, о биологическом таком возрасте организма. Чем активнее обмен веществ, тем моложе организм. Если вы хотите усилить обмен веществ и ускорить, то вам необходимо пить вот именно такую воду. Потому что клетки, наполненные водой, они работают как молодые, в общем, как в детстве, как в юности. Они наполнены, работают на 100%. Если в клетках воды не хватает, метаболизм всегда замедляется. Клетка засыпает, засыхает, засыпает. И это приводит ко всем негативным последствиям, о которых я уже говорила. Вообще, если вы приучите себя пить воду, то заметите, как уходят очень многие проблемы. Например, если болит голова, очень часто бывает достаточно выпить как раз прохладной чистой воды. Просто выпить полстакана воды и боль проходит. Потому что головная боль, она очень часто связана с проблемами обмена веществ. Не хватает жидкости, замедленность процесса. И мозг реагирует на это вот таким вот болевым импульсом. Если вы пьете воду по утрам, вы уже настраиваете свой кишечник на правильную работу. С утра пить воду обязательно, потому что мы с вечера, с ночи мы встаем обезвоженными. Организм расходовал в течение ночи воду на то, чтобы очищаться, на то, чтобы синтезировать новые вещества, на все-все-все свои процессы. Он брал воду, а воды при этом не поступало из нее. Поэтому мы с утра встаем, у нас обезвоженность. С утра встали, зубы почистили, выпили стакан воды. Стакан или стаканчик, сколько вы можете. Не обязательно сразу там 250-300 миллилитров давиться пить. Начинайте со 100 миллилитров, постепенно увеличивайте. Это войдет в привычку, и вы поймете, что полтора литра воды выпить за день это вообще ничего не стоит. Ее просто хочется. Зато вы будете пить меньше всяких разных, не очень полезных напитков. Я, например, чай и кофе сейчас пью меньше и пью больше воды, и мне это нравится, я лучше себя чувствую. Что еще? Учитываем обязательно свой режим питания. То есть дробное питание это действительно классная штука, это очень полезно, и это идеально соответствует нашим именно потребностям. Дробное питание это питание маленькими порциями, но достаточно часто, минимум 5 раз в день. Нельзя кушать утром и вечером. Встали, покушали, и потом целый день бегаем, своими делами занимаемся, ничего не едим, вечером наелись. Вот это неправильно. Нашему организму требуется постоянно приток энергии извне, причем регулярно. Каждые 3 часа в идеале. Потому что мы так расходуем. Мы же не можем с утра израсходовать энергию, потом целый день ничего не тратить, и потом вечером опять израсходовать энергию. Мы живем постоянно, мы не впадаем в спячку по нескольку раз на дню, поэтому нам и прием пищи должен быть у нас регулярным. Каждые 3 часа вы кушаете, но порции должны быть маленькими, до 300 мл, например, если вы хотите скорректировать вес. Понятно, что в эти 300 мл, это чуть больше стакана, граненого, побольше немножечко. Туда нужно еще вот эту вот норму по белкам, жирам, углеводам, клетчатке вложить. Поэтому уже сразу туда не вписываются калорийные продукты с низким содержанием полезных веществ. Именно поэтому дробное питание, оно очень быстро вас настроит на правильный рацион, на грамотный рацион. Туда потому, что не войдут какие-то вкусняшки вредные, потому что они не дадут вам должное количество белков, жиров и углеводов. Углеводов дадут, но это будут быстрые углеводы, не то. Поэтому дробное питание. Питаемся часто, желательно 5 раз в день, маленькими порциями. Три приема пищи могут быть больше, это завтрак, обед и ужин, и два перекуса, которые чуть меньше по объему, такие легкие, которые действительно можно на бегу что-то скушать. Обычно овощи, фрукты, то, что можно быстро скушать. Ну и, конечно, учитывайте свой вес. Не нужно стремиться при метр семидесяти к сорока пяти килограммам. Это неправильно, это некрасиво и это ненадолго. Если вы физически, физически, должны весить 65 килограмм, но похудели, например, до 50, вы этот вес какое-то время сможете удерживать, потом к вам вернется все и еще присядут вам на попу, извиняюсь, лишние килограммы, потому что организм так защищается. Если вы морите его голодом, он будет откладывать про запас все, что можно. Он не будет питать волосы и ногти, зубы, например, он не будет питать кожу, он будет экономить, но при этом он отложит жиры, потому что он настроен на выживание. А женский организм он настроен еще на выживание и на репродуктивную функцию, то есть мы откладываем про запас активнее, чем мужчины. Мы еще о детях так заботимся. Поэтому учитываем свой идеальный вес. По диетам. Вообще диета, сейчас слово, наверное, чуть ли не ругательское, но вообще диета это вещь неплохая. Есть ограничительные диеты, как раз те, когда ограничивают потребление каких-то определенных веществ, часто это связано с какими-то хроническими заболеваниями. Вы наверняка знаете, что в больницах, например, есть стол номер один для гастритов и для язвенников, есть стол номер два это для гастритов с пониженной секрецией и так далее. Когда, не дай бог, конечно, вдруг попадете в больницу, то вы будете питаться по какому-то лечебному столу. Это ограничительная диета, и это нормально, потому что организм в определенных каких-то отклонениях от нормы, в патологиях он не может усваивать какие-то продукты. Например, вот, кстати, молочные продукты. Кто пьет молоко, само молоко, не кисломолочные продукты, а молоко, и при этом не испытывает никаких негативных последствий. Есть такие? Кто любит молоко, пьет молоко? Поставьте плюсики. Вот, люба пьет. Я пью молоко. У меня куча знакомых, которые молоко пить не могут. Причем, они действительно не могут, не просто потому, что они там какие-то капризные или посмотрели передачу и решили, что молоко пить нельзя. Нет, просто они не усваивают молочный сахар, молочные углеводы, лактоза. У нас, у млекопитающих, так устроен организм, что, когда млекопитающие рождается, у него в кишечнике в избытке находится фермент лактаза. И этот фермент помогает ребенку, маленькому, усваивать молоко матери. Потому что молоко матери это идеальная пища, она содержит все необходимые питательные вещества, все аминокислоты, которые нужны для жизнедеятельности. Молоко это вообще удивительный, уникальный продукт. Он содержит максимально полный набор аминокислот, белков. Но, если оставить все как есть, то ребенок, ну давайте не будем брать ребенка, давайте брать вот из животного мира, то, например, теленок, он будет эту несчастную корову доить и сосать, а работать на молоко организму приходится затрачивать очень большие усилия, то взрослая особь, она просто не выдержит, она будет истощена. Поэтому природа так продумала, что со временем у детей количество фермента уменьшается, и они перестают усваивать молоко, и они перестают сосать мать. У человека что произошло? Человек занялся сельским хозяйством много-много-много столетий там назад. И так как уже во взрослом состоянии мы стали пить молоко, у нас этот фермент он стал образовываться дальше, то есть мы эволюционировали, теперь у взрослого человека этот фермент он в кишечнике присутствует, и мы можем усваивать этот молочный сахар. Но есть люди, которые являются исключением, есть те, у кого этот фермент он действительно со временем, с возрастом исчезает. Более того, сейчас природа над нами так пощутила, что у нас и у детей бывает нет этого фермента. Нет фермента, не можем усваивать свежее молоко. Именно поэтому некоторые дети не могут усваивать действительно грудное молоко. Но это вот наверное уже такое побочное действие нашей экологии. Поэтому если вы усваиваете молоко, если оно не вызывает никаких неприятных у вас ощущений, пейте, можно. Молоко абсолютно не вредный продукт, а очень даже полезный. Если у вас есть соответствующий фермент. Если нет фермента, если вы чувствуете, что попили молока и у вас метеоризм, вздутие, нарушение стула, диарея, или просто у вас тяжесть в желудке, бывает такое, именно на это жалуются, то есть не переваривается молоко, не усваивается, нет фермента, то тогда вы переходите на кисломолочные продукты. Они не содержат молочный сахар. Поэтому кисломолочные продукты показаны даже тем, у кого недостаток фермента лактаза. Вот и все. Молоко продукт полезный, подходит всем. Если можете пить, пейте. Это прекрасный продукт, который защелачивает организм, а мы все очень закислены, то есть у нас кислотность преобладает, а в кислой среде жиры расщепляются хуже. Знаете, все домохозяйки, чтобы отмыть жирную сковородку, можно кислотой поливаем, а щелочью. То есть все моющие средства это щелочной раствор. Вот чтобы жиры усваивались, расщеплялись хорошо, свои в том числе, среда должна быть щелочная, чуть щелочная. Поэтому нужно вводить в рацион продукты, которые нас защелачивают. Вот молоко это щелочной продукт. Так, то есть ограничительные диеты те, которые ограничены почему-то. спортивные диеты, как правило, это диеты с богатым содержанием аминокислот, белка, пониженным содержанием жиров и углеводов, например, если нужно сделать структурные мышцы. Если это диета для набора массы тела, то там всего по максимуму, колораж тоже самое. То есть здесь диеты тоже могут быть разными, и если вы спортсмен, то у вас диета будет своя. Лечебная диета, это когда все строго, например, при каких-то заболеваниях поджелудочные убирают грубоволокнистые продукты, например, капусту нельзя при этих заболеваниях, какие-то злаки нельзя. То есть здесь по продукту, если вам назначили лечебную диету, именно по показаниям врача, то, естественно, ей следует следовать. И если вы на ней похудели, это не значит, что ваша здоровая подруга должна следовать за вами. Или наоборот, подруги прооперировали ее по язве желудка, она похудела, вам она не подойдет, потому что у вас все в порядке, вы здоровы. То есть диеты, они подбираются строго индивидуально. И нельзя сесть на диету, которая была у подруги, потому что вы с подругой очень разные. Именно поэтому мы всегда говорим, что если хочешь похудеть, то все-таки как-то худей самостоятельно. Ну, в смысле не так, как подруга, а так, как тебе доктор прописал, в соответствии с потребностями своего организма. Адекватное питание, оно диетой не является. Это питание, которое подходит вообще всем, без исключения, всем членам вашей семьи. При этом адекватное питание в чем заключается? Вы получаете энергии ровно столько, сколько расходуете, то есть адекватное питание не грозит набором веса. Если сделать адекватное питание гипокалорийным, скажем так, да, то вы еще и будете худеть на нем. Адекватное питание подразумевает пересмотр рациона в сторону сбалансированного колоража и поступление всех макро и микронутриентов. То есть, белки, жиры, углеводы, клетчатка, вода, витамины, минералы, биофлавоноиды, все эти элементы необходимые, они должны поступать с пищей, и если вы переходите на адекватное питание, то ваш рацион должен быть этим богат. Причем, вы получать должны ровно столько, сколько нужно. То есть, не нужно. любые витамины, они могут обладать при избыточном своем количестве, например, каким-то токсическим действием, или могут вызвать аллергические реакции. То есть, все должно быть в меру. Ну и адекватное питание подразумевает грамотный водный режим. На адекватном питании не нужно пить воду трехлитровыми банками. Если воды поступает очень много, организм не успевает ее расходовать, и могут быть отеки, нагрузка повышенная на почки. То есть, модно сейчас пить воду, но пить воду нужно в соответствии со своим весом, со своими потребностями. Когда жарко, то да, вы увеличиваете количество воды, зимой вы его уменьшаете. То есть, вы пьете ровно столько, сколько вам нужно, там 30 мл на килограмм. Адекватное питание это питание продуманное, когда вы питаетесь в соответствии со своими потребностями и употребляете в пищу продукты, которые являются полезными для нашего организма. Ну, как бы, условно есть полезные и условно вредные, потому что все действительно у нас тут условно. По поводу потребления воды, вот еще хочу сказать. Я говорила, да, что мы все в основном обезвожены. И как понять, обезвожен ваш организм или нет? Потому что многие говорят, что я вот отекаю, наверное, мне не надо пить воду, потому что у меня бывают с утра отеки. Вот эти вот все признаки, они могут проявляться на фоне отеков. То есть, да, вы можете отекать, но при этом у вас часто изжога. Это зависит, конечно, от кислотности желудка, но это сигнализирует в первую очередь о том, что клеткам организма не хватает воды. Нарушение стула, боли в суставах, вот очень часто именно болезненные ощущения в суставах, это как раз признак обезвоженности. Головные боли, как я уже говорила, боли в мышцах, в ногах, когда вы ходите, вот такие, как бы спазмические, спастические такие боли. Нарушение стула в сторону запоров, да, не уточнил вот сразу. Если у вас чувство такой рассеянности, угнетенное состояние, вы часто устаете, это тоже может быть свидетельством того, что клеткам не хватает воды. Сухость кожи. Ну, и, конечно, моча, если темная моча и с резким неприятным запахом, то это один из признаков, который прямо кричит о том, что воды не хватает. Именно чистой питьевой воды. При этом могут быть отеки. Сейчас объясню, почему. Нарушен. На фоне обезвоженности нарушается калия-натриевый баланс. И при нарушениях этого баланса, особенно если натрия больше, калия меньше, то вода, она как бы вытягивается из клеток и остается в межклеточном пространстве. Это вызывает отеки. Сама клетка сохшаяся, там не хватает воды. Она засыпает, засыхает. А в межклеточном пространстве воды достаточно. Она не попадает в клетку, потому что нарушен вот этот калий-натриевый баланс. И все. У вас на фоне отеков все признаки обезвоженности. Воду пить нужно, потому что, если вы чистую воду употребляете, то количество натрия снижается и баланс приходит более-менее в норму. Ну и плюс нужно увеличить продукты в рационе богатой калии, ну, например, введите. Ну и лучше, конечно, еще дополнительно принимать витамины, минералы. Об этом тоже буду говорить. По поводу гликемического индекса. То есть с водой продумали, все, уже приблизились к адекватному питанию. Вводим продукты с низким гликемическим индексом, потому что продукты с высоким ГИ, они вызывают у нас резкий скачок сахара в крови, который затем упадет, даже если у вас нет никакого сахарного диабета и вы о нем даже не слышали никогда. В любом случае, вот эти скачки сахара в крови, они никому не на пользу и они могут такие в итоге затем стать предвестниками именно вот такого состояния, как сахарный диабет. Вообще, сахарный диабет сейчас это, ну, тоже заболевание практически номер один наряду с ожирением. Очень много детей страдает сейчас с сахарным диабетом, хотя раньше такого не наблюдалось. Это именно связано с тем, что мы в большом количестве употребляем в пищу рафинированные продукты и быстрые углеводы. Это сахар, глюкозу в чистом виде практически. Мы ее едим, она у нас в большом количестве находится в пище. Продукты с высоким глюкемическим индексом от 70 и выше употреблять в пище с очень большой осторожностью. Если вы хотите скорректировать вес, на какое-то время их лучше исключить из рациона. Они будут вашим чекмил, то есть, вашим таким подарком себе. Любите пиво, исключите на время, пейте раз в неделю, если уж прямо сильно захотелось, угостите себя и потом опять уберите это. Белый хлеб, сладкие булки, все вот эти кондитерские изделия, там сахар в чистом виде. Естественно, какие-то карамель, конфеты, они точно так же сразу дают высокий скачок сахара в крови и тоже не являются полезными продуктами. Продукты со средним гликемическим индексом они в нашем рационе могут быть в достаточно большом количестве. Это изделия из пшеничной муки без дополнительных сахаров, это фрукты, это многие овощи, это зерновой хлеб, ржаной хлеб, мармелад, вот, кстати, он относится к полезным сладостям, сухофрукты, ну и достаточно большое количество. Эти данные можно найти в интернете, их много таких таблиц, они соответствуют действительности. То есть посмотреть продукты именно по их гликемическому индексу можно всегда и уже скорректировать свой рацион. Зеленая зона это продукты с низким гликемическим индексом, это продукты, которые не вызывают быстрого скачка сахара, это продукты, богатые углеводами, но медленными углеводами. Медленные углеводы расщепляются у нас в организме постепенно, и они дают ровную такую сахарную, кривую сахарную, да, то есть они дают нам постоянный, оптимальный приток энергии, тот, который нам нужен, который мы успеваем израсходовать. Если вы съели что-то очень сладкое, то энергии поступает сразу много. Организм, он не в состоянии переработать всю эту глюкозу, которая поступила в кровь, и печень откладывает ее, превращая в гликоген, а затем в жиры. То есть избыток углеводов быстрых, он переходит тоже в жиры. Поэтому именно мы и говорим, что продукты с высоким глюкемическим индексом нежелательно употреблять в пищу. Старайтесь, чтобы ваш рацион, он все-таки в большей части состоял из продуктов низкого глюкемическим индексом или со средним глюкемическим индексом. Все, что является в красной зоне, все, что с высоким глюкемическим индексом, это можно отнести к разряду каких-то таких вредных вкусностей, которые позволить себе можно, но редко. Не нужно над своим организмом издеваться. Кроме того, если вы заметили, после сладкого очень быстро хочется снова есть. Ну, чаще всего это именно так. Ну, конечно, если вы слили очень много сладкого, то вам будет хотеться пить, а не есть. Но, тем не менее, простые углеводы, они дают чувство сутости на 10 минут. Вот вы скушали шоколадку, вы вроде бы есть не хотите, но через какое-то время все, у вас прямо упадок сил, под ложечкой сосет, вы хотите кушать, потому что сахар в крови упал. Углеводы быстрые, они расщепились, все, их больше нет. Они дали скачок энергии, а затем все, углеводов не хватает. И вы чувствуете опять чувство голода. Сложные углеводы, просто одни только сложные углеводы, дают чувство сутости где-то на час. То есть уже, если вы скушали просто, например, овсянку на воде, без масла, без овсего и без сахара, то в течение часа вы не захотите кушать. Хотя тут еще и белок, то есть даже подольше будет. Постный белок. Белок постный это нежирный белок, это обезжиренный творог, например, это нежирные сорта мяса, например, филе куриное. Постный белок дает чувство сытости на 2-3 часа. То есть белок, он дает нам более долгое чувство сытости. А вот если соединить постный белок и сложные углеводы, то тут вы уже получаете чувство сытости на 3 часа и более. Мы получаем что? Что самый такой сытный прием пищи должен включать в себя постный белок, нежирный белок, десвинину совсем, и сложные углеводы. Вот в этом вот тандеме они прекрасно насыщают организм, и вы долго не будете ощущать чувство голода. А соответственно, у вас не будет желания слопать все вместе с тарелкой и еще положить добавки. Если вы не переедаете, то вы питаетесь адекватно, да, у вас колораж соблюдается. Поэтому учитывайте вот такие вот приемы пищи, это завтраки, самый такой оптимальный вариант. Завтрак он должен быть сытным. Кроме того, для того, чтобы разогнать метаболизм, есть такой тоже очень хороший ход, белковый завтрак, он очень хорошо влияет именно на клеточный метаболизм. Если вы в свои завтраки включаете белок, нежирный, то вы разгоняете клеточный метаболизм, ускоряете обмен веществ, плюс вы покушали сытно, да, у вас хороший такой получился плотный завтрак, и у вас получается, что вы очень хорошо поработали над своим дальнейшим рационом. Ну, не зря говорят, что завтрак, он всему голова. Старайтесь, чтобы ваш колораж, он, кстати, был сдвинут в первую половину дня. То есть завтрак, перекус первый, обед, они должны составлять две трети по колоражу. А вот второй перекус и ужин, они уже только одну треть по колоражу. Ну, понимаете, да, то есть самые сытные, самые калорийные мы съедаем до обеда или в обед. Вот. Все, что после обеда, оно должно быть низкокалорийным, легким, чтобы уже подготовить организм ко сну. Плотный ужин, он очень влияет на качество сна негативно. Как еще можно поиграть с калориями? Смотрите, вот два примера. Например, вот вам ужин, да? Вы хотите легкий ужин. Салатик, как правило. Ну, у нас так принято, что легкий ужин – это салатик. Салат. Может быть, два варианта. Например, салатик из моркови со сметаной. Отварной картофель. Сейчас он молодой. Отварной картофель, кстати, он очень хороший. Так, пример завтрака. Ага, сейчас будет, Юля, кстати, чуть дальше, будет пример завтрака именно. Белкового. Курица. Костный белок – это грудка отварная. Яблоко. Смотрите. По содержанию макронутриентов у нас получается, что по белкам, по жирам, по углеводам состав такой очень хороший. То есть, хороший такой белковый состав. Аминокислотами мы свой организм снабдили хорошо. Жиры. Достаточно такое хорошее количество, немного. Углеводы. Причем углеводы медленные. И колораж всего 290 килокалорий. Вот такой вот ужин. И еще один салатик. И тоже фрукт. Но здесь уже салат с растительным маслом. Растительное масло – это чистый жир. Там нет ни белков, ни углеводов. Полезный, кстати, очень продукт. Но имейте в виду, что это чистый жир. Больше там ничего нет. Жареный картофель. Курица жареная. И банан. Смотрите, как меняется колораж. Даже если не брать состав, который тоже сместился в сторону жиров и углеводов. Увеличилось содержание жиров и углеводов в этом нашем ужине. Колораж почти тут в 3 раза. В 2 раза больше. В 2,5 раза больше колораж. А мы всего-навсего вроде бы те же самые продукты. Тоже салатик, тоже картошечка, тоже курочка, тоже фрукт. Но от того, как мы приготовили пищу, колораж увеличился в 2,5 раза. Поэтому учитывайте не только состав продуктов, но еще и то, как вы их готовите. Предпочтение отдаем отварной пище, запеченной, тушеной. Если вы жарите, то старайтесь, ну вообще старайтесь меньше жарить. Это во-первых. Во-вторых, ни в коем случае не пережаривайте. То есть пища не должна быть темно-коричневого цвета. Золотистая корочка это максимум. Все, что дальше, это уже канцерогены. И минимальное количество масла. Причем масло лучше брать растительное. И если вы жарите, то на раскаленную, уже такую, на прогретую сковородку добавляете чуточку масла. Ручше вспомнить наших бабушек. Вот как они помните раньше, мазали гусиным пером просто сковородку, смазывали. Никогда, ни в коем случае не лили масло на сковородку. То есть чуть смазали сковородку маслом, уже прогретую. И только тогда можно жарить. Масло не должно нагреваться на сковороде. Оно должно попадать уже на разогретую сковородку. Это вот если все-таки хочется пожарить. А так в идеале, конечно, если вы будете готовить, тушить, запекать. Даже шашлык, он полезнее, чем мясо жареное. И учитывайте тут, конечно, еще и состав продуктов. То есть салатики, заправленные растительным маслом, это калорийные салатики. Потому что растительное масло, колораж хороший. Растительное масло, оно, конечно, полезно для организма. Там были насыщенные жирные кислоты, омега-3, омега-6. Они нашему организму необходимы. Но при этом больше столовой ложки взрослый человек растительного масла в день употреблять не должен. Это все вместе считается. И масло должно быть нерафинированным. Выбирайте то масло, которое вы сможете есть нерафинированным. И к рафинированному и дезодорированному маслу лучше не возвращайтесь. Оно не является полезным. Оно скорее относится к продуктам вредным. Это зависит от технологии его производства. То есть в процессе технологии удаляются полезные вещества. И зато приобретается большое количество трансжиров в растительном масле, которые там быть не должны. То есть масло нет задорированное, нерафинированное. Ну а что-то выбирайте. Льняное, подсолнечное, рапсовое, оливковое. То есть выбирайте по своему вкусу. Они все достаточно богаты. Льняное масло. Они все богаты полинасыщенными жирными кислотами. Полезными для нашего организма. Это по тому, как готовить. Теперь смотрите. Если учесть, что нам нужно снабдить свой организм необходимыми аминокислотами. Необходимыми жирами и углеводами. Нужно снабдить витаминами и минералами. Посмотрите, сколько мы должны съедать, чтобы все это получить. Чтобы получить вот эти микро и макронутриенты, мы должны съедать, например, от 6 до 11 порций разнообразных зерновых. Ну уже как бы все, я на этом моменте стреляюсь. Потому что я ем, например, гречу, риса и овсянку. Другие крупы я не очень люблю. И они у меня в рационе не часто. Каюсь. 2-4 порции фруктов, 3-5 порций овощей. Это еще плюсом к разнообразным зерновым. 2-3 порции белка. Это рыба, мясо, курица, яйца, фасоль, орехи, соевые продукты. То есть и растительный белок должен быть, и животный. 2-3 порции молочных продуктов, потому что молочный белок, он нам необходим большим количеством млекопитающий. И в очень умеренном количестве жиры и сладости это такой антистресс, продукт антистресс. То есть если вы любите сладкое, то сладкое вы кушать все-таки должны, чтобы опять-таки не вгонять себя в депрессию. Вот такое вот количество пищи нужно съесть, все вместе, если сложить, это около 50 килограмм. 50 килограмм еды не съест, наверное, никто. Даже вот эти вот огромные люди, которые сейчас показывают по телевизору, которые там 400-500 килограмм весят. Не знаю, мне кажется, даже они в таком количестве не питаются. То есть невозможно съесть столько продуктов, чтобы получить необходимое количество хороших аминокислот, хороших жиров, особенно вот омега, хороших углеводов полезных, клетчатки, необходимое количество витаминов. По витаминам вообще у нас ситуация сейчас патовая, потому что фрукты, они обеднели. И если раньше, например, апельсин содержал необходимую суточную норму витамина С, то теперь таких апельсинов нужно съесть 4-5. Но 4-5 апельсинов каждый день есть, это можно сыпью покрыть, согласитесь? Потому что помимо витамина С, там есть еще токсические элементы и вещества, которые могут вызвать аллергию. То есть невозможно из своего рациона, даже очень сбалансированного, получить все необходимые полезные вещества, витамины и минералы. К чему я планю? К тому, что в рацион необходимо сейчас вводить дополнительные продукты. И это не маркетинговый ход, нет, это рекомендации врачей. И эта рекомендация, она уже давным-давно, в общем-то, введена. И если вы проверите на сайте ВОЗ, то там в любом рационе правильно рекомендовано вводить БАД, биологические активные добавки к пище, витаминные комплексы и минеральные комплексы. Без них наш рацион будет беден, и мы будем недополучать необходимые полезные вещества. Поэтому, жуть, ну как жуть, это уже реальность наша, реалии нашего времени. Поэтому, ну никак, по-другому, без этого нельзя. Если вы не даете ребенку витамины, а покупаете в большом количестве фрукты, вы, конечно, молодец, но вы прямой наводкой двигаете его к каким-то хроническим заболеваниям. Ребенок, недополучая витамины, не сможет вырасти здорово. Это уже аксиома. Не требующий доказательств, уже все давно-давно доказано. Не хватает ребенку витамин, он не будет расти и развиваться так, как нужно. У него обязательно все равно какие-то будут отклонения, организм будет экономить. На чем он будет экономить, неизвестно. И в первую очередь на рост. Рост, развитие, нервная система, страдает головной мозг, ну а там уже дальше по нарастающей. Взрослый человек, то же самое. Мы, конечно, с вами уже не растем, но нам все равно нужно большое количество полезных веществ получать извне, иначе наш организм не будет функционировать нормально. И мы постепенно начнем хереть и болеть. Поэтому витамины необходимая часть нашего рациона. Принимать их нужно на постоянной основе, если получается. Что необходимо учитывать? В первую очередь, качество. Качество биологически активных добавок и качество витаминных и минеральных комплексов. Есть сейчас спрос, появляется предложение. Вы знаете, да? Предложение огромное, и очень легко запутаться в том многообразии различных добавок, которые сейчас есть. На что нужно обязательно обращать внимание? Если вы выбираете витаминно-минеральный комплекс, это должно быть поливитаминно, то есть там не должен содержаться 1, 2, 3 витамина. Старайтесь, чтобы вы за свои деньги купили максимально полный набор. Сразу хочу сказать, что если вы еще помните рекламу алфавита, в которой нужно принимать таблетку утром зелененькую, в обед красненькую и вечером синенькую, это не так. Современные технологии производства позволяют таким образом производить вот эту таблеточку, содержащую витамины, что те витамины и минералы, которые друг друга инактивируют, которые являются антагонистами, они растворяются в разное время. Ну, согласитесь, мы сейчас космические корабли запускаем, поэтому ничего сложного нет в том, чтобы витамин С, например, огородить от железа. Железо будет растворяться позднее. Оно закапсулировано таким образом, что оно поступает в тонкий кишечник тогда, когда витамин С уже вовсю поступил в кровь, туда, куда надо в общем. Поэтому достаточно выпивать 1 таблетку в день, и эта таблетка должна содержать максимально полный набор витаминов и минералов. Состав витамин должен быть натуральным в идеале, потому что витамины нужно пить на постоянной основе. Ну, это как машину бензином заправлять нужно постоянно, чтобы она ездила, а не так, чтобы вы ее заправили и только через полгода еще раз ей бензин дали. Она у вас просто никуда не поедет. Точно так же и мы, мы должны получать топливо извне постоянно. Причем это должно быть высококачественное топливо. Поэтому нежелательно делать большие перерывы в приеме витаминов. Но если вы пьете витамины синтетические, синтезированные полностью, то они во время переработки, когда мы их усваиваем, они немножко нас зашлаковывают, потому что содержат еще и токсины. Натуральные витамины, они таким свойством, слава богу, не обладают, они растворяются полностью. Это как пища, высококачественная, хорошая еда, да, натуральная. Поэтому старайтесь выбирать все-таки 100% натуральные витамины. Да, они дороже, но они безопасны и они более действенны. То есть вы за свои деньги покупаете здоровье, а не какие-то препараты, которые с одной стороны вроде бы, да, добавили вам витамин С, но с другой стороны еще несколько токсинов у вас в кишечнике отложили, и вы потом их выводите, да, этот организм от них пытается очиститься. Если на витаминах написано, что можно пить постоянно, то это означает, что они натуральные, на синтезированных, на синтетических витаминах стоит, что употреблять строго курсами и делать обязательно перерывы. То есть там, значит, есть какие-то синтетические добавки. Да, если такой продукт у вас, то вы его можете пить, но обязательно курсами и делать перерывы, чтобы дать организму успеть очиститься. Что касается витаминов Wellness. Витаминные комплексы Wellness – это продукт, в котором я-то вот как раз на 100% уверена, поэтому про него я говорю. Смотрите, у него действительно у этого продукта идеальный состав, потому что он содержит 10 минералов, 12 витаминов. Это, наверное, максимально возможное количество. Это действительно практически все необходимые нам вещества. В 12 витаминов входят и основные амины, и биофлавоноиды, то есть витаминоподобные вещества. 10 минералов – это как раз те, которые нам необходимы в процессе жизнедеятельности. Кроме того, витамины Wellness Pack содержат еще и активные добавки. Это омега-3, то есть рыбий жир очищенный, да, омега-3, омега-6, полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для зрения, для сердечно-сосудистой системы, для нервной системы, для работы головного мозга. Незаменимые вещества, которые мы с пищей недополучаем. И это астоксантин – природный мощный антиоксидант, который связывает, выводит свободные радикалы, обновляет организм, замедляя процессы окисления, процессы старения. Это нормально, и наши предки об этом знали, и они всегда употребляли в пищу антиоксиданты. Со временем мы потеряли представление о том, какие продукты являются природными антиоксидантами, у нас их стало мало в пище, и наш биологический возраст, он стал иногда даже больше, чем наш возраст физический. Антиоксиданты в пище должны быть обязательно, и как раз вот астоксантин – один из самых мощных природных антиоксидантов, 100% натуральный, это всего-навсего водоросли. То есть ничего вредного здесь нет. И витамины Wellness Pack, они имеют стандарт GMP, это высочайший стандарт качества, то есть это продукт, которому вы можете быть уверены на 100%, который не навредит, ни в коем случае не навредит, а только действительно благотворно будет влиять на ваше здоровье. Что касается протеиновых смесей, зачем их добавляют? Протеиновые смеси – это прежде всего продукты, богатые аминокислотами. Мы недополучаем аминокислоты очень часто. Когда мы особенно, если мы садимся на диету, если мы пытаемся снизить вес свой, то мы исключаем какие-то продукты, которые, например, содержат необходимые аминокислоты, и наш организм страдает. Недостаток аминокислот – это как брешь пробить в себе, потому что аминокислоты – строительный материал. Мы из этого материала строим свой организм. Строятся новые клетки. Не хватает аминокислот – клеток будет не хватать. То есть это состояние сродни патологии, сродни заболеванию. Поэтому аминокислоты – они необходимы организму в разные процессы. Хотите скорректировать вес – необходимы аминокислоты. Они очень благотворно сказываются на обмене веществ. Когда есть из чего строить, клетки строятся, и это строятся хорошие, качественные клетки, обмен веществ разгоняется, скажем так. Хотите после болезни восстановиться – необходимы аминокислоты. Хотите прокачать свое тело, хотите, чтобы оно стало структурным, как нужно форму подобинать под эти идеалы – необходимы аминокислоты. Вы спортсмен, у вас большие нагрузки, вам необходимы белки и аминокислоты. Это уже все знают. Что нужно учитывать здесь? Протеиновых смесей очень много, но при этом они должны, во-первых, иметь адекватную форму. То есть употреблять в пищу голые аминокислоты не имеет смысла, они не усваиваются в желудке. Они в желудке переварятся под действием соляной кислоты и попадут в 12-перстную кишку уже полуразрушенными. То есть эти аминокислоты не попадут в кровь в том виде, в каком должны. Они должны попадать в органин в адекватной форме в виде пептидов. Вот, например, продукты Wellness, коктейли и супы Natural Balance, они содержат пептиды, они голые аминокислоты. Это такие соединения, которые, во-первых, благотворно влияют на вкусовые качества продукта, а аминокислоты, они невкусные. Пептиды, они как раз по вкусовым своим качествам, они нам приятнее намного. Во-вторых, они в нужной форме поступают в желудок и только в 12-перстной кишке, распадаясь на аминокислоты, уже усваиваются полностью. То есть, вы можете быть уверены, что вы получили полностью все то, что написано на коробочке. А то там, может быть, аминокислот-то было и много, но в итоге вы ничего не усвоили, да, они вот у вас в желудке все исчезли. Поэтому в адекватной форме должны быть аминокислоты. Кроме того, должен быть полный набор аминокислот. Например, продукты Wellness, они содержат 20 аминокислот необходимых, из них 8 незаменимых аминокислот, которые не синтезируются нашим организмом. Вот. И продукты серии Wellness, они как раз эти 8 аминокислот и содержат. Это очень важно, потому что незаменимые аминокислоты, они потому и незаменимы, мы должны получать их извне. Сами мы их синтезировать не можем. И если их в пище не хватает, то это прямой путь к каким-то нехорошим патологическим состояниям. Продукты Wellness имеют низкий глюкемический индекс. Что это значит? Они дают чувство сытости надолго, и они не вызывают роста сахара в крови. Что очень важно, и эти продукты, они рекомендованы также для больных диабетом. Они выравнивают сахарную кривую, и это очень благотворно сказывается в общем на здоровье. Кроме того, как и Баланс и Супы Natural Balance, помимо белка, помимо аминокислот, содержат пищевые волокна и сложные углеводы. Вы помните, да, что самый такой полезный завтрак это белок плюс сложные углеводы. Так вот, продукты Wellness являются как раз самым таким полезным завтраком. И содержат пищевые волокна, которые благотворно влияют на работу толстого кишечника. При этом, что получается на фоне приема этих продуктов? Вы насыщаете свой организм полезными веществами, высококачественным белком, полезными жирами растительными, полезными компонентами, так как эти коктейли, они еще также обогащены минералами и витаминами. Вы получаете клетчатку, пищевые волокна, и сложные углеводы, которые точно так же дают вам ровный такой прирост, срепление энергии. То есть, у вас чувство сытости, у вас прилив сил, и это продолжается долго. Это полноценная пища, добавка к пище, которая дает вам уверенность в том, что вы о своем организме вот сегодня приняли порцию коктейля, вы о своем организме позаботились. Незаменимые вот эти вещества вы ему, благодаря этому коктейлю, донесли. Теперь смотрите, вообще по группам продуктов. Мы сейчас перейдем именно к составлению рациона, буквально осталось тут у нас минут, наверное, на 5-10 всего информации. Что нужно учитывать при составлении рациона? Вообще все продукты делятся схематично так, на три группы. Первая группа – это преимущественно овощи. Идеальными овощами являются, то есть здесь по списку смотрите, те, которые богаты питательными веществами и клетчаткой, имеют низкий глюкемический индекс и подходят для рациона практически любой группе людей. Неважно, дети, взрослые. Если хотите скорректировать вес, то вот эти вот овощи, они в вашем рационе должны быть. Вторая группа – это преимущественно белки. Здесь мы тоже учитываем постные белки, то есть вот для вашего постного, скажем так, завтрака, белкового, можно брать любую из этих продуктов. Это может быть обезжиренные молочные продукты. Чаще всего именно их используют на завтрак, потому что, ну, например, вот рыбу или там мясо, ту же курицу или индейку, кушать за завтраком не очень нам привычно, да? Хотя, если вы привыкли делать бутерброды, то тогда берете, например, цельнозерновой хлеб и вместо колбасы добавляете филе куриное, порезанное ломтиками. И тогда это уже полезный завтрак. А вот бутерброд с колбасой – это завтрак такой не очень полезный. Морепродукты, яйца, то есть вот омлет на завтрак – это тоже будет очень хорошо. Это белковый такой завтрак хороший, если вы его еще сопроводите какими-то овощами, ну, например, не знаю, салат из огурчика легкий, то это будет прекрасно. Третья группа – это преимущественно углеводы, это крупы, хлопья и некоторые овощи. Макароны, кстати, тоже относятся к углеводам, причем если макароны из цельнозерновой муки, то это прекрасная вообще диетическая, скажем так, еда, которую можно употреблять в пищу, несмотря на то, что вроде бы, как говорят, что этот макарон поправляется. Нет, поправляется не от макаронов, а от их количества. Цельнозерновой хлеб старайтесь есть, цельнозерновые крупы и овощи. Если есть возможность печь из цельнозерновой муки, прекрасно, то есть чем меньше у вас будет в рационе рафинированных продуктов, это шлифованный рис, шлифованные крупы, тем лучше, потому что шлифованная крупа, она не содержит ничего, все вот полезные вещества именно в обладке, да, вот в этой, а ее как раз и счистили. Да, он быстрее готовится, но при этом он беден полезными веществами, этот продукт. Поэтому старайтесь рафинированные продукты из рациона убирать. Это такая нехорошая привычка к рафинированным продуктам, и врачи сейчас над этим работают, чтобы убрать их из рациона, они нам не нужны. То есть вот эти три группы продуктов, они у вас должны быть. Теперь смотрите, как мы составляем свой рацион. Если вы хотите снизить свой вес, то вы убираете завтрак. Завтрак может быть белковым, то есть вы можете сочетать либо молочные белки с фруктами, либо вы можете сочетать, например, животные белки, это яйцо, молоко с какими-то овощами, либо это может быть каша, которая содержит и углеводы, и белок. К каше можно добавлять точно так же животные белки. Кто-то, например, употребляет яйцо, например, отварное и кашу, кто-то может быть кусочек сыра и кашу. То есть здесь смотрите, можно стакан молока и кашу. В идеале, если вы будете к своему легкому завтраку добавлять продукцию Wellness. То есть самый такой хороший завтрак, наверное, это коктейль, порция коктейля и, например, какой-нибудь йогурт обезжиренный. Вы действительно снабдитесь в организме необходимыми белками, разгоните обмен веществ и при этом у вас будет чувство сытости надолго. Плюс в идеале, если во время завтрака вы будете употреблять витамины. Потому что первая половина дня это оптимальное время для употребления витаминных комплексов. Они усваиваются в течение дня как раз полностью и это самый такой оптимальный вариант. Но завтрак должен быть полноценным. Кроме того, если вы завтракаете строго обезжиренными продуктами, добавляйте растительные жиры, если вы употребляете витаминный комплекс. Жирорастворимые витамины должны поступать в организм вместе с небольшим количеством жиров. Растительные жиры это, например, растительное масло. Не зря очень любят, например, на глючане овсянку с растительным маслом. Это тоже один из таких очень хороших вариантов завтрака. Растительное масло, ложечка чайная и порция овсянки, сваренной на воде. Не хлопья, а именно овсянка. Ее не нужно уваривать до такого состояния уже как бы клея. Вы отвариваете хлопья, чтобы они еще были по отдельности. Добавляете растительное масло, можно чуть послатить. Это один из вариантов очень полезного завтрака. Очень хорошо на кишечник действует. Достаточно сытный, легкий, низкокалорийный. Добавляете порцию коктейля, все. Считаете, что полдела сделано. В качестве перекусов вы можете использовать овощи, можете использовать фрукты, можно использовать точно так же белковые продукты, например, если у вас есть возможность, то скуште все отварное. Если хотите, можно творожок какой-то, кисломолочный продукт, йогурт. В качестве перекуса можно использовать орехи. В первой половине дня орехи являются продуктом достаточно высококалорийным, богатым содержанием белка, аминокислот и жиров растительных. То есть 5-6 орешков в день. Вот если это миндаль, например. Миндаль, фундук, кэшью, бразильский орех. Арахис сейчас лучше в пищу не употреблять. Арахис модифицированный сейчас в основном везде и всюду продается, поэтому чистого арахиса сейчас не найти. А модифицирован он, к нему добавлен генпитоний, чтобы его не уничтожали насекомые. То есть насекомые сейчас арахис не едят, ну и нам, наверное, не следует. Обед. Это продукты первой группы. Первая группа это преимущественно овощи. Если вы хотите скорректировать вес, то 75% вашей тарелки, три четверти, должны составлять именно овощи. Это могут быть салаты свежие, это могут быть тушеные овощи, отварные. Это не обязательно какая-то, ну не любите вы брокколи, не ешьте брокколи. Овощи самые разные. Причем сейчас самое время. Сейчас дешевые овощи наши сезонные, перцы, капуста, томаты, огурцы. Все вот это используйте, готовьте, чтобы вам было вкусно. Старайтесь, чтобы ваш салат был разноцветным. Чем больше многоцветия, тем полезнее, тем больше биофлавоноидов в вашем столе. К ним, к продуктам первой группы, добавляйте продукты второй и третьей группы. Они должны составлять одну четверть вашей тарелки, 25%. Видите, как написано на рисунке, да? То есть у вас будет небольшой кусочек, например, филе, буквально 2 столовые ложки какой-то крупы, это гречи, например, и большая порция салата. Вот он ваш обед. Ваша тарелка вообще, ваша дневная даже норма. Перекусы, опять-таки, любой вариант. Для второго перекуса используйте уже продукты с низким гликемическим индексом. То есть если, например, на первый перекус вы могли скушать банан и творожок, прошу прощения, то второй перекус, который уже после обеда, это должен быть, например, гриппфрут, яблоко, груша, то есть продукт с низким гликемическим индексом. И на ужин точно так же вы стараетесь уже употреблять в пищу низкокалорийные продукты, продукты первой группы, в большей степени. Можно добавить белок постный, можно добавить, опять-таки, углеводы. Медленные это в основном злаки. Ужин должен быть легким, низкокалорийным, в идеале не более 300 ккал, но в среднем, в среднем, конечно, если вы средней комплекции. И не позднее, чем за 2 часа до сна. То есть кушаете вы за 2 часа до сна. Воду вы пьете тоже за 1,5 часа до сна. Прямо перед сном пить воду нежелательно уже. То есть прием воды где-то за 1,5 часа до сна. Если вот говорят, что не могу уснуть, потому что очень хочу есть, что сделать? Бывает такое, что накидывается голод вечером, как раз перед сном, и уснуть невозможно, кушать хочется, что делать? Не надо лежать, ворочаться и страдать. Пойдите и скушайте что-нибудь, но это что-нибудь должно быть очень легкое. В идеале, если это будет какое-то, что-то из отварных овощей или из тушеных овощей. Если не хотите кушать тушеные овощи, значит вы не хотите кушать. Есть такой как бы ход. Можно выпить коктейль. Коктейль Natural Balance, он низкокалориен, и он как раз подходит в качестве вот этого вот незапланированного перекуса, перед сном. Если вы не можете заснуть от голода, то тогда не мучайтесь и не страдайте, что-нибудь съешьте, но это не должно быть сладкое, это не должно быть жирное, это не должен быть голый белок. В идеале это овощи, либо буквально 2-3 ложки какой-то кашки, и это может быть молочный продукт. То есть молочный продукт тоже достаточно быстро усваивается. Стакан кефира, например, тоже может быть. Или вот продукт, ну, начал баланс, то есть либо коктейль, либо даже супчик, пожалуйста, выпейте его. Если вы будете завтракать качественно и сытно, то у вас вот эти приступы голода, ночные, они пройдут. Организм перестроится на то, чтобы принимать максимальное количество калорий в первой половине дня, и у вас вот эти вот вечерние зажоры, они уйдут сами с собой. Это что касается рациона, если вы корректируете вес. Для поддержания рациона, в общем-то, все то же самое. Пятиразовое питание обязательно. Завтрак сытный, белковый, с злаками и белком постным обязательно. Но при этом вы здесь уже свою тарелку мысленно делите пополам. И половину составляют овощи, а вторую половину белок и медленные углеводы, преимущественно злаки. Видите, да, как показано на рисунке? То есть здесь вы уже можете себе позволить что-то более сытное. Например, если вы хотите похудеть, то вы можете 2-3 недели сидеть на первой тарелке, когда у вас в основном в рационе овощи. Это такая ограничительная у вас будет диета. И затем переходите уже на спокойное рациональное питание, когда половину вашей тарелки составляют овощи, вторую половину белки и злаки. Вот такой рацион, он снабжает организм всем необходимым. И здесь, в общем-то, никаких особых ограничений для вас нет. Здесь, да, здесь нет каких-то сладостей, здесь вроде бы нет быстрых углеводов, здесь нет каких-то вредностей, но вы их можете себе позволить по мере, так сказать, необходимости. Уж если очень хочется, то можно. Не нужно себя во всем этом ограничивать. Старайтесь, чтобы ваше питание, ваш рацион, они вам несли удовольствие. Кушать нужно с удовольствием. И старайтесь учиться получать удовольствие от того, что вы кушаете пищу, которая полезна для вас и для вашей семьи. Пьете воду и очищаетесь, насыщаете свои клеточки водой. Кушаете овощи, получаете необходимое количество клетчатки, медленные углеводы, кучу витаминов и минералов. Кушаете фрукты, то же самое, витамины поступают в ваш организм. Причем это вкусно. Хотите сладкого, есть куча полезных сладостей. Это и мед, и сухофрукты, это мармелад. То есть все это можно, варенье, можно, но только в меру, в норму, не объедаемся. Хотите мяса, пожалуйста, ешьте мясо. Не хотите мяса, не ешьте мясо. Но обязательно добавляйте в пищу дополнительные продукты, обязательно пейте витамины, обязательно ведите активный образ жизни по возможности. Контролируйте то, что вы кушаете и будьте здоровы. Спасибо вам огромное за внимание. Если есть какие-то вопросы, то вы можете задать их в чате, я пока не ухожу. Ну и надеюсь, что сегодняшний вебинар был вам полезен. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok